Здравствуйте! Приветствую вас на канале Варшава Лайф. В разгар зимы мы решили отправиться на самый популярный зимний горный польский курорт Закапаном. Он находится в 7 часах езды от Варшавы польским бусом на юге Польши у подножья гор Татры. Время в автобусе пролетает незаметно, так как есть бесплатный вайфай и розетки для зарядки разных гаджетов. Цена билета за поездку в одну сторону от 30 злотых на человека. По мере приближения к месту после остановки в Кракове пейзаж за гном меняется и открываются красивые виды на горы. Автобус приезжает на вокзал в самый центр Закапаны. Сам вокзал довольно обшарпанный провинциальный, тем не менее сюда приезжают автобусы с разных стран Европы, а на самом вокзале предусмотрена камера хранения для горных лыж. По приезде мы отправляемся на поиск жилья. Найти его тут очень просто, так как почти все дома в Закапаны гостевые и издаются туристам. Мы остановились на варианте комнаты с душем по цене 80 злотых за ночь. Передохнув, мы отправились в горы, на одной из вершин Татар, на границе Польши и Словакии, Каспровый вверх. Добраться туда можно пешком. Есть несколько специальных пешеходных маршрутов. Но мы решили прокатиться по канатной дороге. Она находится в месте Кузницы, куда можно доехать маршрутным такси за 5 злотых или обычным за 20. Также можно домчать и на запряженной лошадьми повозке. Чтобы не стоять в очереди на подъем, мы купили билет заранее в туристическом бюро в самом центре города, на улице Круповки. Стоимость билета в две стороны составляет 99 злотых. С канатной дороги открываются фантастические виды на горы с меняющимся пейзажем по мере подъема. Иногда возникает странное ощущение не подъема, а погружения под воду. На вершине, высотой почти 2 километра, открывается отличная панорама. Санкт-Петербург Здесь же расположены горнолыжные склоны для профессионалов. Тут можно встретить туристов со всего мира, но большинство говорят по-русски. Насладившись красотой Татар и спустившись по канатной дороге вниз, мы отправились в Татранский национальный парк прямо у подножья. Он славится своей живописной природой, еловыми лесами и животными, включая медведей, которых мы, к счастью, не встретили. По парку проходят те самые маршруты по восхождению на горы. Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Потом отправиться в Хохловские термы, где можно поплавать в термальных источниках и посетить разные виды парилок. Добраться туда рекомендуем маршрутным такси от автовокзала стоимостью 5 злотых. Такси стоят в разы дороже. Стоимость посещения терм, банный комплекс и бассейн составляет 99 злотых за 4 часа, но они того стоят. Вечером в Закопаны приятно прогуляться по главной улице Круповки и посидеть в одном из местных ресторанчиков. Кухня здесь отличается от варшавской. Благодаря горной природе в меню много сырных блюд и, конечно, повсюду фирменный овечий сыр осцыпок. Средняя стоимость меню на двоих 80 злотых. Осцыпок в качестве сувенира стоит 10-15 злотых. Закопаны – отличное место не только для активных туристов, лыжников, но и для романтических путешествий. Ведь, как известно, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Подписывайтесь на наш канал Варшава Лайф и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok